Вы бывали в Баку? Я нет, но я ела очень вкусные рогалики, бакинские мутаки, а там еще начинка, грецкий орех, а я очень люблю грецкий орех. И я буду сейчас показывать вам, как правильно делать эти рогалики. И для теста мне понадобится 75 миллилитров холодной, отфильтрованной воды. Я отмеряю 75 миллилитров. Выливаю в миску, где я буду замешивать тесто. Возьму дрожжи. Мне понадобится 3 чайных ложки. Я использую в этот раз сухие дрожжи. Вода, очищенная фильтром Аквафор, не только сохраняет вкус продуктов, она раскрывает его гораздо полнее. Эта вода не только чистая, она мягкая, в ней правильный баланс с кальцием и магнием. Это позволяет готовить настоящие шедевры. Это особенно важно для теста, ведь с мягкой водой тесто становится пышным, а выпечка очень вкусная. Я венчиком размешаю сухие дрожжи в воде, чтобы они разошлись и набухли. Вот я всегда люблю использовать свежие дрожжи. В этот раз я взяла сухие. Выпечка на сухих дрожжах не менее вкусная. И бывает так, что свежих дрожжей нет. А пакетик сухих всегда вроде бы как покупаешь на всякий случай. И где-нибудь он завалялся. Поэтому я решила в этот раз приготовить тесто на сухих дрожжах. Но как проверить сухие дрожжи? Я четко знаю срок годности моих дрожжей. Но чтобы проверить сухие дрожжи, надо взять дрожжи, насыпать их в стакан. Вот я возьму те же три ложки. Также немножко налить воды. Размешать. Можно даже не мешать. И отставить в сторонку. И через некоторое время должна появиться такая шапочка пузырьки. Вот у меня уже здесь в моей миске эти пузырьки появляются. Дальше для приготовления теста для рогаликов мне понадобится сметана. 150 граммов. 150. Еще чуть-чуть. 150 граммов. И сливочное масло 80 граммов. Тесто другое. Хотя оно дрожжевое, но оно будет абсолютно другое. И технология приготовления этого теста тоже отличается от классического сдобного теста дрожжевого. Я масло прогрею. Доведу до такого жидкого состояния, но не закипячу. Я возьму сотейник. И сразу в сотейник отмерю себе 80 граммов масла. Еще чуть-чуть. Поставлю на конфорку. И подтоплю. Если у вас есть микроволновая печь, очень хорошо это сделать в микроволновке. Главное не доводить масло до кипения. Оно должно растаять, но абсолютно не кипеть. Достаточно я растопила масло так, как мне надо. Там даже есть небольшие, не растаявшие кусочки масла. Но они как раз вот не дали закипеть маслу. Я его выливаю в дрожжи с водой и сметаной. Венчиком подмешаю. Добавлю сюда одно целое яйцо. И два желтка. Также венчиком перемешаю. Все хорошо. И вот еще один момент. Я всегда соль добавляю в самом конце при замесе. Когда я уже ввожу в жидкость муку, начинаю замешивать минут 10-15. И только тогда добавляю соль. Так вот, это тесто, для того, чтобы у него не было сильного брожения и сильного подъема, нуждается в соли вот именно на этом этапе. Поэтому соль я добавляю прямо сейчас. И мне понадобится щепотка буквально на краешке чайной ложки. Еще раз перемешиваю. И теперь, конечно же, основной ингредиент для теста – это мука. Муки мне понадобится 400-450 граммов. Я просто буду смотреть по структуре теста. Обязательно сито, дрожжевое тесто. Муку надо просеивать. Насытить кислородом тесто. Вот сейчас у меня здесь 400 граммов. Я чуть-чуть отложу в сторонку и посмотрю. Понадобится мне вот эти вот 50 граммов. 50 граммов – это очень много для теста, чтобы дополнить его. 50 граммов муки. Поэтому сейчас я пока вот только 400 граммов взяла. Размешаю. Вмешу муку в жидкость. Тесто должно получиться не очень таким затяжным, но и не жидким. Очень пластичное будет тесто. И вот почему топила я сюда масло. Потому что, опять же, дрожжевое тесто любит холодное масло. Но здесь я масло топила. Этого требует структура теста. Потому что простое тесто, масло добавляется холодным. И соль вводится после уже муки. А это будет после выпечки таким как бы слоенно-суховатым. У этого теста не будет большого подъема. Ну, тесто очень вкусное. Его надо попробовать сделать обязательно. И именно вот по этой технологии. Я добавлю сюда еще муки. И чтобы не переборщить, эти 50 граммов я тоже отвешу на весах. Ну, у меня вся мука ушла. И уже без лопатки я вмешу тесто в муку. Тесто должно быть пластичное. Оно чуть-чуть будет липковатое. Это ничего страшного. И сейчас мне только осталось минут 10-15, как любое изделие из муки, в данном случае тесто, вымесить для того, чтобы заработала клейковина муки. И тесто приобрело эластичный вид. Всего 10-15 минут работы моих золотых ручек. И тесто получилось очень хорошее, эластичное. Его можно немножко потянуть, поскладывать, но оно уже той структуры, которого должно быть. Хорошее пластичное тесто хорошо формируется в шар. Сейчас я тесто закрою пленкой. И уберу в сторонку при комнатной температуре главное правило для любого дрожжевого теста. Никакого сквозняка. Да, между прочим, мы же дрожжи проверяли сухие. Вот эти пузырьки, которые образовались на воде. Дрожжи разбухли, стали уже бродить, и эти пузыри есть. Дрожжи точно свежие. Отставим в сторонку, может быть, еще пригодится. Отправляю тесто тоже в сторонку. И буду заниматься приготовлением не менее вкусной, чем тесто, начинкой для рогаликов мутаки. И пока тесто отдыхает, я буду готовить замечательную, наивкуснейшую, на мой взгляд, ореховую начинку. Мне понадобится сахар 180 грамм. Я сразу его отвешу и подготовлю, чтобы он стоял, и я им воспользовалась в тот момент, когда он уже понадобится. И еще чуть-чуть. Так вот. Два белка. Можете взять целые яйца, но так как мне по рецепту нужно было одно целое яйцо и два желтка, два белка у меня осталось. Поэтому я белки выливаю в стакан. Для того, чтобы белки взбились, всегда надо добавлять щепотку соли. И взбиваю блендером белки. Вот для этой начинки необязательно белки взбивать в такую сильную, плотную меренгу. Достаточно, чтобы сахар просто пробился с белками и не было очень сильной кристаллизации, не были крупинки. Теперь мне понадобится блендер, и я буду в нем молоть орехи. По рецепту 200 грамм. Вот в данном случае абсолютно не надо придерживаться рецепта. Возьмите столько орехов, сколько желает ваша душа. Моя душа желает много грецких орехов. Поэтому вот сколько здесь есть, я все возьму. Но главное буду смотреть аккуратно, перекладывая в блендер, чтобы не было вот этих вот перепонок от орехов. Перегородок. Перегородки, вот одна мне тут попалась, я убрала. Закрываю блендер. Снимаю насадку-венчик, она мне уже больше не пригодится. И пробиваю орехи, такое недосостояние муки, в то же время, чтобы орех не был очень крупный. Вот мне кажется, это абсолютно достаточно. Возьму миску, пересыпаю все орехи в миску. Соберу все остатки, которые вот налипли на чашу, чтобы орехов здесь не оставалось, чтобы они все достались мне в начинке. И вот эту белковую сахарную массу ввожу в орехи. И изюминка этой начинки еще, это специя кардамон. Я возьму 2 чайных ложки. Хорошо перемешаю. Начинка получится густая, достаточно плотная такая. И будет очень вкусно, очень. Начинка готова. Она делается очень быстро и, собственно, достаточно просто. Мне осталось дождаться подъема теста, и я буду делать сами рогалики. Начинка для моих рогаликов готова. И тесто уже готово. Я подпылю немножко поверхность стола мукой. Возьму тесто, убираю пленку и выкладываю его на поверхность стола. У теста очень хорошие поры. Оно пузырится. Тесто хорошо подошло. Хочу вам раскрыть главный секрет. Это мягкая чистая вода. Только на мягкой воде можно готовить вкусную выпечку. Такую воду я получаю из обычной водопроводной воды. Для этого я использую фильтр Аквафор. Именно этот фильтр сделает любую воду идеальной для ваших кулинарных опытов. И теперь я могу приступать к формированию самих рогаликов. Я разделю этот кусок теста на две части. Я буду делать большие рогалики. Если вы хотите приготовить маленькие рогалики, тесто надо разделить на шесть частей. У меня будут хорошие, добротные, вкусные рогалики. Главное, в них будет много начинки. Раскатаю каждый кусок в круг. Вот в центре края мы раскатываем всегда тесто. Ну, приблизительно толщиной около трех, не больше пяти миллиметров. Воспользуюсь таким ножом для пиццы. И разрежу тесто на треугольнике. Беру начинку, ложку. И выкладываю начинку на тесто с самой широкой стороны. Я не жалею начинку, я же люблю орехи. И очень хочу, чтобы они здесь чувствовались как можно больше. Главное распределить орехи так, что у меня еще один кусок теста остался. А это значит, что это еще будут рогалики. Сразу подготовлю противень. Чуть-чуть налью воды. И на воду выложу пергамент для того, чтобы он прилип к воде и как бы не скользил. И начинай заворачивать рогалики. Это самый простой момент в приготовлении. Близко не укладываем друг к другу, так как тесто дрожжевое. И в духовке еще разойдется. Их можно сделать поменьше и побольше, но мне кажется, что как-то начинки будет поменьше. Ни к чему мельчить, лучше вот так вот конкретно сделать. И последних два. Очень легкая процедура. Последний из первой партии. И вторым куском я проделаю все то же самое. Вот так вот равномерно распределю, чтобы они не прилипли при выпечке друг к другу. Мои рогалики-мутаки готовы. Если вы хотите им придать глянец, вы можете смазать их, да, заглазировать. Перед выпечкой сбитым яйцом, сиропом, молоком, сметаной, чем хотите. Я этого не делаю. Я отправляю рогалики выпекаться просто так. При температуре 190 градусов на 20 минут. Любое дрожжевое тесто выпекается не меньше 20 минут. Через 20 минут рогалики будут готовы. А сейчас барабанная дробь. И я не иду. И не бегу. А я лечу к духовке за своими рогаликами. А, красота какая! Подрумянились. Беру красивую такую корзину. Лопаточку. И перекладываю их в корзину. И я же говорила, что я их не делаю маленькими. А такие достаточно большими. Потому что уж возьмешь рогалик, так душа радуется. Вот я первую часть переложила. Но я не могу, не могу. Сахарная пудра. А здесь она уж точно не будет лишней. Обильно посыпаю сахарной пудрой. И перекладываю оставшуюся часть рогаликов. Горячие. И опять сахарная пудра. Можно взять эту корзинку. И сразу в гости. Я думаю, это самый будет лучший подарок для гостей, куда вы соберетесь. И самое главное. Если вы не были в Баку, не надо расстраиваться. Надо просто приготовить по такому рецепту бакинские рогалики мутаки. Я горячие. Возьму один рогалик. И постараюсь все-таки его рассломать. Вот тесто такое ломкое, хрустящее. И очень много моей любимой ореховой начинки. А запах, ребята, класс. Готовьте только с хорошим настроением. У вас обязательно все получится. Субтитры сделал DimaTorzok